Заповеди Твои. Молитвуем Пречистое Своей Матери всех святых Твоих. Аминь. Слава Твою, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Твою, Сыну и Святому Духу, имени и пресняй во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Истинный Бог наш молитвами Пречистое Своей Матери всех святых. Помилуй Ты, спаси от нас, как облак и человека любят. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоуства. Пришел к своим и свои его не приняли. Евангелие Теана, 1 глава. Бог, человеколюбец и благодетель, все творит и все устраивает так возлюбленное, чтобы мы блистали добродетелью. И желает, чтобы мы были благочестивы, он без всякого насилия и принуждения, а только убеждением и благотворениями всех желающих того призывает и привлекает к себе. Потому, когда пришел он, одни приняли его, а другие не приняли. Он никого не хочет иметь своим рабом против воли или по принуждению. А хочет, чтобы все свободно и добровольно служили ему и познавали сладость служения ему. Люди, имея нужду в услужении работ, связывают их с законом рабства и против воли их. А Бог, не имея нужды ни в чем, никаких подобных нашим подребностей, все творит только ради нашего спасения, и это делает нас самим в себе господами. Потому и нежелающих он не подвергает никакому насилию или принуждению. Он имеет в виду только нашу пользу. А против воли быть увлеченным на служение, все равно, что и совсем не служить. Почему же, скажешь ты, он выказывает нежелающих повиноваться, наказывает нежелающих повиноваться ему? Это потому, что, будучи, премного благ, он имеет великое попечение о нас, даже и тогда, как мы не повинуемся ему. Не отступаем и тогда, когда мы удаляемся, не отступает он и тогда, когда мы удаляемся и убегаем от него. И как мы уклонились от первоначального пути благотворения, то есть не восхотели идти путем убеждения и благополучия, то он повел нас другим путем, наказания и мук, путем, конечно, весьма тяжким, но неизбежным. Когда первый путь пренебрегается, тогда по необходимости надо мной идти другим. И законодатели полагают многие жестокие наказания преступникам. Однако же зато мы не осуждаем их, а, напротив, еще и более уважаем их за постановление о наказании их, так как, не имея ни в чем никакой надобности с нашей стороны, часто даже не зная, кто впоследствии будет пользоваться помощью их постановлений, заботятся о благоустройстве нашей жизни тем, что добродетельным людям воздают честь, а людей непорочных, нарушающих спокойствие, укращают наказаниями. Достойно удивления, что ученик не стыдится унижения своего учителя, но смело описывает нанесенные ему оскорбления. И это немаловажное доказательство его правдолюбивого духа. Впрочем, если стыдиться, то надо бы настыдиться за тех, которые нанесли, а не за того, кто претерпел оскорбления. Он тем еще более прославился, что и после такого оскорбления, так промышляет о своих оскорбителях, а они перед всеми оказались неблагодарными и презренными, потому что отвергли, как врага и неприятеля, того, кто пришел к ним с такими благами. Да и не тем только они повредили себе, но и тем, что не получили того, что достигли, принявшие его. А что получили последнее? А что получили последнее? А тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божиими. 1 глава Иоанна 12 стих. Но для чего же ты, блаженный, не сказываешь нам о наказаниях тех, которые не приняли его? Но какое же другое, говорит Евангелист, наказание могло бы быть более того, что они, имея возможность сделать себя чадами Божиими, не делаются таковыми, но добровольно лишают себя такого благородства и чести. Впрочем, наказание их не ограничивается тем только, что они не получат никакого блага, но и постигнет еще огонь неугасающий, что впоследствии яснее открывает Евангелист. Теперь же он говорит о неизреченных благах, дарованных принявшим Господа. Хотя бы то были рабы или свободные, елены или варвары или эскифы, хотя бы немудрые или мудрые, жены или мужи, дети или старцы, незнатные или знатные, богатые или бедные, начальники или простолюдины. Все, говорит Евангелист, удостоены одной почести. Что может сравниться с таким человеколюбием? Единородный Сын Божий не вознушался, сопричислить к лику чад и мытарей, и волхвов, и рабов, и самых неважных людей, многих еще с поврежденными членами тела и со множеством недостатков. Такова сила веры в Него, таково величие благодати Его. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова